Что может произойти? Может произойти ликвидация наличных долларов. По моим оценкам, от 40 до 80 миллиардов наличной американской валюты сегодня находятся в стеклянных банках и под матрасами физических лиц граждан Российской Федерации. Ну и вот, естественно, когда начнется конвертация вот этих самых наличных долларов в цифровой доллар, то, наверное, при этом будут выставлены какие-то условия. В частности, докажите, что вы не верблюд. Кратко хотел доложить, что в 2019 году известная компания Facebook заявила о том, что она запускает в обращение свою криптовалюту под названием Libra. Это Libra, она, собственно говоря, предлагается пользователям социальных сетей Facebook, ну и в том числе теми людьми, которые пользуются мессенджерами Facebook, тот же самый WhatsApp, предположим, Facebook, Messenger и так далее. Это, извините, 2-3 миллиарда человек во всем мире. То есть это супер большой проект. Естественно, что денежные власти Соединенных Штатов Америки и Европы очень напряглись. У Марка Цукербергера очень наполеоновские планы. И самое-то главное, что ведь его поддерживают очень неслабые люди. Обычно всегда говорят в Facebook это Марк Цукерберг. Я хотел бы напомнить, что кроме Марка Цукерберга, акционерами Facebook являются еще гигантские мировые финансовые холдинги типа Fidelity, State Street и так далее. Там 4 основных этих гигантских, BlackRock. Вот это вот гиганты. Это те же самые гиганты, которые участвуют в капитале всех банков Wall Street. И эти же ребята вложились в Facebook. И, судя по всему, эти же ребята подталкивают Марка Цукербергера к подготовке, реализации проекта Libra. Это очень такая запутанная история. Некоторые эксперты говорят, что поскольку это одни и те же ребята, я имею в виду хозяева денег и хозяева Facebook, то у них есть свой план. Они хотят, значит, действительно запустить Libra, тестировать вот эту цифровую валюту, значит, как говорится, посадить на эту валюту несколько миллиардов человек в мире, а после этого на смену Libra придет уже цифровой доллар, имитируемый Федеральной резервной системой. Вот такой алгоритм. И что такое цифровой доллар? А цифровой доллар – это та денежная единица, которая должна заменить наличный денежный доллар. Примерно то же самое, что делает Китай. Кстати, почему американцы так ускорились? Потому что Пекин заявляет, что они уже на прямой финишной для того, чтобы ввести цифровой юань. И там они, кстати, не скрывают. Они там никакими Libra не подстилают, как говорится, дорожку. Они сразу хотят выйти в данки, они хотят сделать цифровой юань. Цифровой юань, они прямо говорят, это замена наличного юаня. Ну, безусловно, что полтора миллиарда человек, проживающих в Китае – это клиентура пользователей цифрового юаня. Ну, естественно, поскольку цифровой юань имеет преимущество перед американским долларом, безналичным американским долларом, потому что цифровой юань позволяет обходить такие барьеры, как, скажем, Fedwire или SWIFT, то, конечно, все бросятся в цифровой юань и платежные системы, которые обслуживают цифровой юань. Поэтому американцы сейчас засуетились. И что может произойти? Может произойти, я опускаю многие и многие детали вот этого проекта, может произойти ликвидация наличных долларов. А ведь у нас сегодня в России по-прежнему такой хороший аппетит на наличную американскую валюту. По моим оценкам, от 40 до 80 миллиардов наличной американской валюты сегодня находятся в стеклянных банках и под матрасами физических лиц граждан Российской Федерации. Ну и вот, естественно, когда начнется конвертация вот этих самых наличных долларов в цифровой доллар, то, наверное, при этом будут выставлены какие-то условия. В частности, докажите, что вы не верблюд, докажите законность ваших наличных американских долларов. Я думаю, что это будет как раз конфискационная реформа. И главными лузерами в этой глобальной конфискационной реформе будут именно держатели наличных долларов за пределами Соединенных Штатов и особенно в Российской Федерации. Я подсчитывал на коленке, значит, думаю, что Россия на сегодняшний день самый крупный держатель наличных американских долларов. Поэтому я заранее хочу, чтобы граждане, которые вооружились этим инструментом, на котором написано «In God We Trust», чтобы они особенно не надеялись. Это будет денежная реформа. И, собственно, на Западе сегодня все гудят по поводу того, значит, как она будет проходить. Я на эту тему могу часами говорить, но вопрос заключается в том, сразу ли они перейдут в дамки, то есть сразу ли они переведут наличные доллары в цифровые или будет какой-то переходный период. Ну и сколько этот переходный период может длиться? Это может быть следующий год, это может быть пять лет, но это неизбежно произойдет. И тогда, собственно говоря, мы с вами видим, что вот эта так называемая денежная реформа, это опять-таки мероприятия, населенные на выстраивание электронного концлагеря. Одна интересная вещь, ведь смотри-ка, ведь цифровая валюта центральных банков, это валюта, которая, естественно, имитируется самим центральным банком. Она предназначена для физических лиц. Физическое лицо сегодня имеет наличную валюту, завтра ей будет предложен цифровой доллар или цифровой юань. Чита физических лиц будут находиться в центральном банке, а не в коммерческом банке. Коммерческие банки, наконец, до них, как до жирафа, начало доходить. Что, в общем-то, они оказываются пятым лесом в теле, и они не нужны в этой банкской системе. Система рушится, остается один центральный банк, понимаете? Ну, так что это, может быть, мы как-нибудь в следующий раз продолжим, но мне хотелось бы объяснить людям планы хозяев денег. Я заметил такую особенность, что сначала Федеральная резервная система говорит одно, потом ее мнение разворачивается на 180 градусов. То, что говорит руководство Федеральной резервной системы, повторяет Центральный банк Российской Федерации, но с некоторым временным лагом. Когда происходит разворот ФРС на 180 градусов, то, опять-таки, с некоторым временным лагом такой же разворот происходит и в ЦБРФ. Так что, если в прошлом году Джером Пауэлл, председатель ФРС, говорил о том, что никакой цифровой валюты, ни либры, ни цифровой валюты ФРС, то в этом году они уже поют другие песни. На сегодняшний день Набиулина пока говорит никакой цифровой валюты. Но, опять-таки, здесь некий временный лаг, поэтому через некоторое время Набиулина может петь совершенно другие песни. Мы должны быть к этому готовы. Вот я как раз и хотел сказать, что мы-то пока еще до этого не дозрели, а вот Америка, образцы 2020 года, она готовится к денежной реформе. Я, честно говоря, этой теме, где номинации, не уделял внимания. Я, конечно, краем уха слышал, что в последние дни начинается такая заваруха вокруг этой темы. Ну, я лично воспринимаю эту заваруху просто как некий информационный шум, который, вполне вероятно, необходим для того, чтобы отвлечь внимание от каких-то более серьезных вещей. Уже задали мне вопрос насчет деноминации. Ну, и я вот, пользуясь случаем, тогда отвечу. Деноминация, в общем-то, это операция чисто техническая. Это убираются лишние нули, как в денежных знаках, так и в ценниках. Ну, и, соответственно, во всех бухгалтерских книгах. И ничего другого. Ну, а если все-таки попытаться что-то найти за деноминацией, ну, были такие случаи в истории, когда деноминация сопровождалась денежной реформой. Или, наоборот, денежная реформа сопровождалась деноминацией. Ну, если деноминация – это чисто техническая операция, то денежная реформа – это действительно такая акция, такая реформа, которая может приводить к тому, что, как сейчас говорят, появляются выгодополучатели и появляются какие-то лузеры. Вот. Ну, любая денежная реформа, насколько вот моей рудницы хватает всегда, носит оттенок некой конфискационной акции. Как правило, даже вот реформа 1947 года, которая проводилась в Советском Союзе, она тоже носила конфискационный характер. Это вот такая реформа, которую действительно можно с полным основанием назвать реформой. Были деноминации, на моей памяти, деноминации 1961 года, когда старые рубли поменялись на новые рубли. Ну, конечно, можно рассуждать на тему каких-то копеечных бенефицаров, когда там в результате округления цен кто-то получал какие-то копеечные выгоды. Ну, это не тема для нынешнего нашего обсуждения. Поэтому, что касается денежных реформ, ну, я не исключаю, что, может быть, в России такие реформы будут проводиться. Но пока я как-то вот не чувствую признаков, что кто-то готовит такую денежную реформу. В то же время я чувствую, что денежные реформы готовятся на Западе. Вот. И, кстати говоря, ни одно средство массовой информации в России до сих пор о этих планах ничего не говорит. На самом деле там говорится о вроде бы очень специальных технических вопросах, связанных с цифровыми валютами. Ну, и, как правило, в теме цифровых валют там разбираются свои профессионалы. Вот. Райтишники. Вот. Программисты. Ну, а остальные люди считают, что это вот такая забава, значит, интеллектуалов. Ну, на самом деле это не забава интеллектуалов. Значит, ну, мы знаем, что в 2009 году появился биткоин, криптовалюта. Ну, там действительно были такие забавы, правда, не безобидные забавы. Ну, сегодня понятно, что никогда частные цифровые валюты, криптовалюты на мировую орбиту не выйдут. Это все игры в таких песочницах. Я тоже не вижу никаких признаков подготовки денежной реформы. Ну, а деноминации? А деноминации обычно тогда проводятся, когда какая-то галлопирующая инфляция. Но вы же помните, что где-то там у меня уже даже точная дата стерлась в памяти, когда в 90-е годы меняли одни денежные знаки на другие. Но там же была галлопирующая инфляция. Сегодня признаков такой галлопирующей инфляции нет. Я не исключаю, что она, эта галлопирующая инфляция может возникнуть. Ну, тогда и будем обсуждать эту тему. А сейчас, выражаясь языком Эльвиры Набиулиной, они таргетируют инфляцию. Ну, они играют в эту игру. На самом деле, конечно, инфляция есть, но она не столь велика для того, чтобы, значит, это стало основанием проведения деноминации. Кто-то, может быть, из аудитории путает деноминацию и денежную реформу. То есть, появляются новые денежные знаки, и они автоматически не обмениваются на старые по новому курсу. Вот тогда, если нету такого автоматизма и нету такого фиксированного курса обмена, тогда это уже не деноминация, а это уже денежная реформа. Если есть лимиты, если есть какие-то, будем так говорить, пропорции, дифференцированные пропорции, это уже денежная реформа. Поэтому давайте все-таки разберемся, о чем идет речь. О деноминации или о денежной реформе? Продолжение следует...